Девушки отдыхают 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 за кадром, а я призываю все время упоминать материнский инстинкт, отцовский инстинкт рядом, потому что это парное действие. Спасибо за ваше мнение. Александр Сергеевич. Здесь нет никаких сомнений. Это прежде всего криминал. Можно всегда находить причину этому криминалу, но в данной ситуации это убийство или покушение на убийство. И тут должны просто компетентные органы решать этот вопрос. Это не медицинский вопрос. Константин Устинович, вот вы каждый день, по сути, делаете то, что вы боретесь за жизнь деток, которым очень тяжело. Я понимаю, что вы видите глаза родителей, которые готовы отдать все, сделать все для того, чтобы спасти. Вот видите, абсолютно противоположно, когда мать своими руками сбрасывает в мусоропровод. Конечно, то, что сделала эта женщина, не укладывается в голове. Дадут, наверное, оценку правоохранительные органы, а медицинские работники, наверное, проведут психологическую какую-то экспертизу для того, чтобы определиться, были ли какие-то все-таки биологические мотивы состояния здоровья этой женщины для того, чтобы провести этот поступок. Вот видите, действительно, вопросов очень много. В надежде получить какие-то ответы, мы снова после новостных съемочных групп отправились с съемочной группой нашей программы в Мочулище, в тот двор, в тот подъезд, в надежде, в лучшем случае, встретить родственников, с ними пообщаться или хотя бы с соседями. Я сразу должен сказать, что нас там никто не ждал. И то, что мы там услышали, это мало и вряд ли может создать картину. Но, тем не менее, послушать, я думаю, стоит. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошая семья, что обсуждать? Ну, получилось так, получилось. Бывает всякая жизнь. Семья благополучная? Конечно, хорошая семья. И она тоже характеризовалась, как мать, как соседка, как женщина, вот сама эта девушка? Да. С положительной стороны? Угу. Как она там, за ребенком, старшим ухаживая? Хорошо, все было хорошо. А вы не хотите сама что-нибудь подробнее рассказать? Ну, я нашла, ну что... Вы конкретно нашли? Да. Здесь класс, ребенка, когда вытаскивали душу. Когда что? Мусорка, когда выливается. Нормальная семья. Ну, девчонка, не знаю, голова или... Что у нее не в порядке, не знаю. Но с виду там все было нормально. С виду все было нормально. До этого? Да. Почему вы боитесь? Я не боюсь, я уже устала. Понимаете, вот эти вот разговоры, для вас, может быть, это какое-то, извините, мероприятие, а для нас это... Я не хочу больше. Все до свидания. Ну, видите, совсем мало информации. Причем, последняя реплика, я должен ответить вот этой соседке, что для нас это тоже не мероприятие. Для нас это, как и для всех, кто слышит нормальный человек о том, что это произошло, это шок и это желание понять, что происходит с человеком, про которого остальные соседи говорят, что это нормальная семья, что он принимает решение пройти по лестничной площадке, открыть мастер-провод и туда, в эту черную, холодную, грязную дыру бросить собственного ребенка. Алексей. Вы знаете, у меня другой опыт, да. У меня мать билась до последнего, чтобы я остался жив. Поэтому для меня это невероятно дух захватывает, когда я слышу такие истории. Вы знаете, наверное, наше общество немножечко больно. Но это потеря какой-то родовой связи. Вот эта мамочка, она не осознавала того, что чтобы она пришла в этот мир, десятки и десятки поколений, ее дедов, бабушек, выживали в тяжелейших условиях, проходили войны, чтобы она родилась. И она уничтожает одного из представителей ее рода. Разумеется, та история, которую мы видим, говорит нам не только о преступлении, но и о очень страшном грехе. Что привело женщину к этому страшному выбору, действию? Мне очень сложно сказать. Грех или зло, которое иногда приходит в нашу жизнь, оно приходит не только через каких-то социальных типов, откровенных каких-то там извращенцев, монстров там, да. То есть приличные люди, хорошие люди тоже способны на зло. И всякий раз, когда вы об этом забываете, вы подвергаете и себя без опасностей, и своих окружающих. Я должен сказать, что очень важно, всегда очень сложно брать программу, потому что, ну, хочешь не хочешь, программа называется «Форум», но «Ток-шоу». И все сразу говорят «Шоу», ни в коем случае, не для этого. Мы искали родственников, для того, чтобы попытаться... Ну, может быть, есть на миллион один какой-то аргумент, который нам скажет, что переклинил, что-то произошло, и что на самом деле она не такой человек. Мы... Да. Я уверен, да, что и у этой женщины есть шанс. Нет ни одного человека, на которого нужно ставить крест. Отец Сергий, я должен сказать, что напомнить, что она жила не одна. Вместе с ней в квартире была ее мать и сестра. И мы дозвонились до мамы, получается, бабушки, ребенка, который оказался на мусорке. То есть, речь идет о соучастниках? Или... Ну, вот сейчас попытаемся это вместе с вами понять. Давайте послушаем, что нам удалось узнать. Предлагали ли вам удочерить, получается, вашу внучку? Органы опеки. Ой, а вам зачем это все знать? Кто нам предлагал? Мы сами решили. Удочерить? Опеку оформить. Оформить. Вы знали беременность о своей дочери? Нет, я не знала. Ну, и все. Извините, мне больше не о чем говорить. Спасибо. А почему не отец взял опеку? Должен же где-то находиться мужчина, который привел к этому состоянию. В этом и вопрос. В этом и вопрос. Может быть, ребенок, так скажем, как говорят, нежеланный, отец бросил, сказал, что он мне не нужен, и ты мне с этим ребенком не нужен. Но он остался отцом, и он несет всю ответственность. Почему мы клеммим женщину? Где? А как мама могла, извините, не знать, 9 месяцев беременности? А мама не отвечает за совершеннолетнюю... Ну, как не видно беременность? Ну, не отвечает. Это взрослые люди, они живут своей жизнью. Более того, она потому опеку оформляет, потому что бабушки и дедушки не обязаны лица. И она могла и отказаться от этой внучки. И мы бы ее даже не клеммили, потому что таков закон. А отец, это человек отвечающий, это обязанное лицо. Вот, к сожалению, да. Много историй. Я лично знаю, когда забеременела девчоночка, мальчики говорят, да, это не мои вопросы, а не дальше по дискотекам, дальше по каким-то тусовкам и так далее. Алексей, прошу прощения, но мы еще не знаем, где мужчина, живой, неживой. То есть мы так говорим абстрактно. Муж... Мы узнаем о нем что-нибудь. Здесь вина, я к чему говорю, вина не только девушки, которая совершила этот очень страшный поступок, но и где отец, который был бы с ней рядом. Мы уже ищем причины оправдать эту женщину. Нет оправдания. Мы уже говорим, что хорошие люди тоже готовы на зло. Мы сами себе противоречим. Хороший человек, это не тот, кто готов на зло, а который противостоит злу. Очень много вопросов спросили, где отец. К сожалению, вы слышите, что говорят родственники, как немногословные соседи. Может быть, нам сможет больше информации отдать наш следующий участник программы, представитель ведомства, который занимается расследованием этого дела, представитель следствия комитета по Минской области, Андрей Кириллов вместе с нами прямо сейчас. Встречайте. Здравствуйте, Андрей Викторович. Ну вот что вообще известно? Где отец, все спрашивают. Отец в ноябре 2015 года осужден за совершение преступления по неосторожности дорожно-транспортное происшествие и находится в местах лишения свободы. Сидит в тюрьме. Но он не лишен родительских? Нет. Нет, ну то есть он в теме, он знает, они переписываются, у него есть свое отношение к беременности жены. Как-то же это случилось? Случилось. Но, возможно, жена даже не знает о его позиции. Потому что положение отца, мы уже говорим, оно униженное. Мы уже осудили. Мы уже осудили его, что он не оказал ей содействие. Ну, более того, если он не знает, она его лишила права на отцовство. Может, он из телепередачи только сейчас узнает. Может быть, бы, бы, бы. Вы уже считаете это виновным. Я его не считаю виновным. Я говорю, что он должен знать и участвовать. Значит, женщина вот с 23 сентября находится в отделе стационарных судебно-психиатрических экспертиз, которая находится на базе Республиканской клинической психиатрической больницы Новинки. Она в отношении ее назначена и проводится стационарная, комплексная судебно-психолого-психиатрическая экспертиза. Эксперты в этой области нам должны ответить на основные вопросы. Находилась ли она в момент совершения своих действий в состоянии вменяемости или нет? И находилась ли она в условиях так называемой психотравмирующей ситуации, вызванной родами? То есть пока ответа на эти вопросы нет? Пока ответа на эти вопросы нет. Тем не менее, вот что она говорит сейчас? Как она оправдывает или... Значит, ну, следует сказать, она, естественно, сразу отказывалась от всего. Говорила, что она не рожала ребенка, что это не она. Но затем уже спустя определенное время дала показания соответствующие. Узнала о том, что беременна совершенно случайно. Она сидела на скамейке возле подъезда и почувствовала шевеление в животе. На учет в консультацию женскую не остановилась. Почему? Не считала это необходимым. А как поняли, что это она? Каким образом? Быстро догадались? Ну, во-первых... Соседи молчат. Значит, ее... Вернее, ребенка, ребенка в мусоропроводе обнаружили, услышали крик, плач соседи и сожитель сестры. И обнаружили на ней кровь. Но рожала она в квартире? Да, она рожала в квартире. В это же время дома находились мать и сестра, которые якобы этого не слышали. Потом говорят, что это благополучная семья. Так они соучастницы. Сестра не видела, ее сожитель не видел, мать не видела. Мама не знала беременности. Простите меня, но вы знаете, это люди, по-моему, там все немножко... Андрей Викторович, а в отношении... Ну, действительно, логичный вопрос. Взрослые люди. В ходе следствия будет даваться правовая оценка в том числе и их действий по результатам расследования. Поэтому пока говорить. Пока говорить радо. Ну что ж, спасибо. Хоть что-то начинает проясняться. Скажите, пожалуйста, а муж является отцом ребенка? Сейчас у нас проводится соответствующая экспертиза для подтверждения, да? Пока мы только можем судить ее слов, что это он отец. А что с ребенком сейчас, Елена Леонидовна? В какое состояние у девочки? В настоящее время состояние девочки удовлетворительно. Она переведена в педиатрическое отделение. И мы надеемся, что жизни ребенка ничего не угрожает. Это самое главное. Еще удивительно, удивительно, что... Это правда, что уже несколько пар проявили желание такое усыновить ее? Вы знаете, настолько активно здесь работали все средства массовой информации, что уже в первые сутки, когда ребенок еще находился в отделении анестезиологии и реанимации, два человека по телефону обратились с просьбой об усыновлении этого ребенка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но девочка здоровая, все в порядке. Девочка хорошая. Родилась в рубашке, можно сказать. Да. Судя. Скажите, а если ее вернут потом в ту семью, которая допустила выбрасывание, может быть, это опасно для ребенка? Вы знаете, я не могу говорить за органы опеки. Ведь в этой семье уже живет один ребенок, за которым хорошо все смотрят и которого любят. Поэтому действительно ситуация очень удивительная со всех сторон. У нас есть достаточно много гуманных и цивилизованных методов оставления детей в организациях здравоохранения. Можно прийти и написать заявление о том, что я оставляю своего ребенка, я отказываюсь от своих прав, даю разрешение на усыновление и жизнеустройство дальнейшего ребенка. Есть очередь из тех, кто желает усыновить и удочерить деток такого возраста. Это первое. Второе, что может сделать мама в тяжелой жизненной ситуации, это прийти и написать заявление на временное помещение ребенка в организации здравоохранения. Как правило, это детский дом. На любой промежуток времени, который ей необходим для того, чтобы уладить какие-то свои психологические проблемы, какие-то личные, жизненные. Мама не лишается родительских прав. Она его может поместить на период до трехлетнего возраста. Она может его посещать. Она может принимать участие в воспитании этого ребенка, при том, что ребенок находится на медицинском обеспечении. Спасибо. Мы обязательно еще вернемся к этой теме. Андрей Юрьевич, а если признают, что она вменяемая, какой максимальный срок ей может грозить? Ну, опять же, я немного повторюсь. То есть, если признают ее вменяемой и в то же время признают, что она находилась в условиях психотравмирующей ситуации, наказание предусмотрено до пяти лет ограничения свободы либо лишения свободы. Если будет признано, что она заранее готовилась к этому, то есть, признаки этого уже как бы есть. То, что она не стала на учет, она не сообщала родственникам. В таком случае наказание до 25 лет лишения свободы. Это максимально. Вообще, знаете, в этих случаях кто-то говорит, главное наказать, кто-то все-таки пытается до конца понять, почему она пошла на это. Мне кажется, вот этот вопрос не раз задавал себе наш следующий участник программы, которого бы хотелось сейчас пригласить в нашу студию, потому что он по долгу службы работает с мамами-детоубийцами. Владимир Семенов, психолог сегодня вместе с нами. Давайте спросим. Владимир Николаевич, вы смогли за эти годы понять, найти ответ на этот вопрос? Почему? Если отвечать на этот вопрос, то, казалось бы, мотивация может быть самой сложной. А на самом деле в большинстве случаев преобладает прагматическая мотивация, социальная неустроенность, отсутствие достаточного количества денежных средств, отсутствие желания, например, у супруга к появлению еще одного ребенка. Но мы говорим о тех женщинах, которые были признаны психически здоровыми. Это вполне благополучные женщины, работающие, имеющие семью. А почему они не воспользовались возможностью отказа от ребенка? Здесь есть такой тонкий момент, что беременность и будущий ребенок являлись для них нежелательными. Образ будущего ребенка в их сознании... Почему не сдать его, не сохранив жизнь? Вопрос правильно прозвучал. Когда задается им вопрос, почему вы не сдали... Хорошо, вам не нравится этот образ, почему вы не сделали аборт, почему вы не решили эту проблему, если она для вас изначально была проблемой? Ребенок отсутствует в их сознании как любимый, долгожданный. Он вообще для них никто. И, соответственно, отношение к нему точно такое же. Он никто, и, соответственно, с ним можно поступать как вискинг. Владимир Николаевич, вы рассказывали совершенно о жутких случаях, когда такие матери-рецидивисты, я бы сказал, да, когда начинают расследовать смерть новорожденного, приезжают и узнают, что это далеко не первый случай. Да, и на огороде в ходе раскопок находят тело еще одного ребенка. А женщина объясняла, что у нее родился мертворожденный ребенок, и она таким образом его похоронила. А доказать причину смерти уже было невозможно. К послеродовой депрессии, о которой так много говорят, это имеет какое-то отношение? Нет, послеродовая депрессия – это уже иное состояние. Она развивается отсрочно. То есть уже, когда мать выписана из роддома... Чтобы просто не путать понятия. Владимир Александрович, с чем мы имеем дело в теме, которую обсуждаем сегодня? Ну, вообще с состоянием общества. Каждый школу заканчивает, каждый живет в мультимедийном пространстве, каждый опять-таки слышит это, но как относящийся не к нему, а к кому-то посторонним. Общество вдруг формирует огромное поколение безответственных людей. Равнодушное большинство. С этим человеком рядом много других людей. И события ведь не возникло сразу. И когда я сталкиваюсь с такими случаями, я понимаю, что общество должно заботиться о горячих линиях. Общество должно заботиться о тех точках, причем доступных везде, чтобы этот человек, столкнувшийся с проблемой, пришел, получил поддержку. Что может общество, чтобы такое не происходило? А также обсуждение бэби-боксов, а также с новой символой поднимается тема абортов, в том числе после того, что произошло в Мочуличах. Все эти вопросы после короткой рекламы оставайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Понедельник вечер, это форум. Материнский инстинкт, как быть, если его нет? Жуткая история из Мочулич потрясла общество. В мусорном баке нашли новорожденную девочку. Родная мать сдала из жизни, едва не забрала, когда бросила ребенка в мусоропровод. Что заставляет женщин вот так обрывать жизнь, тех, кого носили под сердцем 9 месяцев? Нужны ли в Беларуси бэби-боксы? Смогут ли они спасти жизни детей, которые не нужны родным матерям? А также с новой силой звучит тема абортов. Снова два лагеря и жаркий спор из-за и против. А что думаете вы? Сегодня в студии форума обсуждаем вместе один из самых сложных вопросов современного мира. Когда появилась вот эта история в Мочуличах, очень многие задавались вопросом, если так не хотела ребенка, почему не сделала аборт? И вот один за другим, вот это слово аборт, 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 и снова поднялась волна, которая несколько лет назад уже звучала. Она была на пике, а потом подутихла. Вот как вы к этому относитесь? Вот должна была сделать за, против? Потому что мы видим, как в Польше не смогли законодатели рискнуть и пойти на полный запрет. Вот у нас отношение какое? Галина, как вы относитесь? Вы знаете, я к абортам отношусь так вот, 50 на 50. Потому что бывает ситуация, какие-то показатели по состоянию здоровья человека, когда это необходимо сделать женщине. И, например, какая-то ситуация, но это лучше сделать это. Я понимаю, что это безумный грех, но это убийство не такое материальное, настоящее, которое сделала эта женщина. Поэтому лучше бы она сделала аборт. Елена Леонидовна, на ваше мнение. Вы знаете, что вы правильно заметили, что достаточно бурно несколько лет обсуждалась тема абортов. Сегодня в нашей республике любая женщина, которая обращается для прерывания беременности, неважно в каком сроке, неважно в какое учреждение, в государственное или частное, должна быть направлена на психологическое предабортное консультирование. Естественно, женщина может от этого отказаться, у нее есть на это право. Но мы должны создать для этого условия. Я должна сказать, что эта норма работает. И только за первые полугодия 2016 года предабортное консультирование позволило сохранить жизнь почти 600 детям. Слава Богу. Вы знаете, я хочу сказать, тоже по поводу консультации такой, я знаю два случая у моих подруг, когда они пришли на консультацию, их, извините, так морально поломали. Это просто был ужас. А я, когда была на третьем месяце беременности своим сыном, мне сказали, что у вас ребенок родится, или вы умрете во время родов, или он родится уродом, они так и сказали, и сказали, вам надо делать аборт. Потом, когда увидели патологию, это было уже 5,5 месяца беременности, и доктор был в шоке, и он говорит, ну да, действительно, у вас проблема с почками у ребенка, очень серьезная, говорит, что вы будете делать? Я сказала, я рожу его, я не умру. И я буду делать операцию, буду бороться. Да, мы сделали несколько операций. Слава Богу, он все жив, здоров, все хорошо. Но вот про консультацию, тут я бы сказала так, что если их делать, то, конечно, их надо деликатнее делать. Я еще раз хочу повторить, мы говорим не об общении с врачом, мы говорим об общении с психологом, со специально подготовленным специалистом. Почему с женщинами? Вот привезти, пусть мужчина придет, вы ему все расскажете, пусть он принимает участие, работаем с парой. И если мужчина не говорит, не нужен мне ребенок, пусть они идут на аборт вдвоем, пусть он пишет, я согласен. Я думаю, Константин Устинович расскажет, какой популярностью сегодня пользуются партнерские роды. Роды, да. А партнерские аборты. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас говорите о том, что женщины приходят на консультацию с психологом, отговаривают от аборта. А не получится ли так, что женщина пропустит период, когда можно было бы сделать аборт, и после этого мы найдем ребенка, условно говоря, как в мочулищах в случае, да, то есть прошел, уговорили, женщина оставила ребенка, ближе к периоду родов, она решила от него избавиться. Мы с вами видим, что в жизни может получиться абсолютно все, что угодно. Включая, когда женщина не знает о том, имея пятерых детей, она не знает о том, что она беременна на раннем сроке, я, честно говоря, в это не верю. Еще одно мнение хотел бы предложить вашему вниманию. Вот эта дилемма аборты за и против, наша следующая участница программы, у нее тоже своя принципиальная позиция, она принципиально за аборты. Врач-гинеколог, компетентный абсолютно специалист. Елена Зуева сегодня вместе с нами встречается. Елена Александровна, здравствуйте. Вот ваше мнение в этом споре, который у нас вот здесь уже образовался. Я, как врач-кушер-гинеколог, не могу быть ни за, ни против абортов. Я делаю свою работу. Я за право женщин на информацию и право женщины на выбор. Правильно, у нас организовано консультирование женщины, предабортное консультирование, психологическое. Но начинает женщина чаще всего с доктора. И так бывает, что женщина доктору доверяет больше, и первая узнает не ее супруг, не там ближний круг, ближние родственники, а узнает доктора ее беременности. Конечно, у нас действительно есть возможность женщину и отговорить, помочь ей. Есть ситуации, когда, конечно, нельзя сделать так, чтобы женщина, если она решила уже, у нее есть, как бы, она настаивает, или у нее она больна чем-то, согласно с Галиной, что есть ситуации, когда аборт сделать надо. И вот рассматривая эту ситуацию в мочурище, конечно, хочется... Я сидела, думала о том, что вот чаша весов, на одной чаше весов, прерывание беременности этой женщины, на другой чаше весов, это несчастье, страдание этого ребенка. Есть такое понятие, как пренатальная психология. Еще ребенок не родился, эмбриональная психология, а он уже получает от мамы негатив, который она для него, ну, создает в свете дни беременности. Поэтому у женщины должен быть выбор, выбор осознанный. Давайте посмотрим на ситуацию совершенно с другого. Международное законодательство, например, Международная декларация прав ребенка, да, уже называет, говорит о том, что человек имеет определенные права как до своего рождения, так и после своего рождения. И эти права общество обязано обеспечить. И право на жизнь одно из этих прав. Мы говорим, это не какие-то мои религиозные предрассудки, это говорит наука, о том, что жизнь человека начинается с момента зачатия. Если рождается 6-месячный ребенок, медицина его выхаживает, вынашивает, считает его субъектом прав и борется за жизнь. Если женщина пришла на аборт в 6 месяцев, она имеет право... А чем разница? Я согласна, что есть душа, есть... Но если в этого человека не вкладывают, если после рождения его не поцеловали в лоб этого ребеночка, понимаете, и если он находит в состоянии хронического стресса, то какое девиантное поведение у него может быть? То есть женщину... Я говорю о том, что не о том, что давайте разрешим аборты делать всем, или давайте запретим, но есть такие ситуации, когда женщина вправе сделать выбор. Говорить ребенка о том, что мы его убьем, потому что некого поцеловать в лоб, так у нас живых людей полстраны таких, которых некого поцеловать. Я поддерживаю полностью. Я бы хотел сейчас пригласить еще одного участника программы, а после мы с вами вместе уже попытаемся все-таки понять аборты за против, потому что вот как раз мнение нашего следующего участника, оно вот точно принципиально. Он не просто против абортов, он всю свою жизнь посвятил борьбе с этим явлением. Альберт Казарян, давайте послушаем его. Здравствуйте, Альберт. Уже много мнений прозвучало, думаю, что будет еще больше. Почему? Откуда ваша вот эта принципиальная позиция? Мы видим, что очень много условий в жизни, обстоятельств. Иногда вот многие задумываются, вот как лучше поступить. Почему у вас нет сомнений? Вы знаете, есть такая профессия, родину истреблять. Этот ребенок беспомощен, он не может за себя постоять, он не может ничего сказать. И те люди, которые это совершают, они знают, что их руки в крови. Мы должны сохранить генофонд нашей страны. Вот мы сегодня говорили о мужчинах. Это правильно. Вот я очень часто меня приглашаю в школу, и когда я разговариваю с парнями, а мы отдельно с ними разговариваем, я спрашиваю, кто такой настоящий мужчина? Из десяти только школ в одном классе находится человек, который скажет, это ответственность. Ответственность за своего ребенка, за свою семью, за свою страну. Постоять за нее. А вот если женщина попала в трудную ситуацию, ее изнасиловали, или была это случайная связь, как ей относиться к этому ребенку? Ведь мужчина, который с ней это совершил, он уже убийца, он соучастник. Вот у нас есть хороший психолог в зале, и она вам может сказать, что когда женщина, когда женщине делают аборт, эту глупенькую девочку обманули, она испытывает намного большее психологическое давление всю свою жизнь, до конца своей жизни. Вот, например, моей матери снится этот ребенок. И потом перестаньте говорить, что врачи убивают... Любой ребенок, зачатый любым образом, является человеком. То есть человек не получает свое человечество, право называться человеком, по обстоятельствам, в которых он... И вы предлагаете женщину просто использовать в этой ситуации, чтобы она принесла себя в жертву еще раз? Я просто предлагаю не делать ей... Ее изнасиловали, она жертвует... И от этого, если сделают аборт, она не перестанет быть изнасилована. И опять жертвует собой. Это не помощь. Вы в тренинге говорите за женщин. Нет, мы говорим о тренингах женщин, которые... Мы говорим о тренингах женщин, миллионов женщин, которые рожают детей и любят их, и воспитывают тех, кто в будущем будет платить вам пенсию. Вы понимаете об этом? Они не любят детей, они не любят Беларусь, они не хотят думать о ее будущем. А я могу не любить мужчину, но не Беларусь. Что делать с этими людьми? Их что, выжигать через колено и так далее. Люди, которые не верят почему-то, люди, которые чего-то не знают, и люди, у которых вот по какой-то причине это случилось. И с моей точки зрения, допустим, так как тема абортов, она острая, вообще-то надо обсуждать вот ситуацию, а почему это произошло. О профилактике предабортной. И вообще-то надо кого-то просвещать, что ребенок может вообще-то и не возникать. И что вообще-то средство контрацепции есть. И многое-многое другое. И продолжая. И вообще есть чувство ответственности. Не только за себя, а и за других. Вот так, наверное, будет. Мы говорим всегда, что дети рождаются в любви. И правильно вы поднимаете вопрос, значит, сексуального насилия. Значит, как может женщина вынашивать ребенка, значит, от сексуального насильника? И мы, когда разрабатывали вот противопоказания, извините, к социальным показаниям, именно оставили единственное вот то обстоятельство, о котором мы сейчас говорим, изнасилование. Здесь говорить однозначно, просто-напросто все аборты надо убирать, нельзя. Плюс ко всему есть такие заболевания у женщин, которые требуют, требуют обязательно подумать о том, или сохранить жизнь женщины, или убрать, это не ребенок, не младенец, надо говорить, до определенного периода его развития. Это эмбрион и так далее. Не буду читать здесь лекции. Не надо говорить, что мы тут занимаемся геноцидом и так далее. 22 недели беременности, значит, 500 грамм, это признаки живорождения, и мы таких детей спасаем. Сегодня в нашей стране процент таких детей, выживших, составляет от той и до полутора килограмм, 87,9 процента. То есть мы боремся за каждую жизнь, там, где она считается жизнью. Еще одно мнение услышим. Меня Юля зовут, я по первому образованию семейный психолог, сейчас работаю юристом. Я, конечно, пыталась найти для себя аргументы в пользу того, что вот нужно стать таким ерьяным, противником абортов и так далее. Но, во-первых, женщина должна все-таки иметь выбор. Плюс, в советское время был запрет на аборты, было широко распространено такое понятие криминального аборта, когда женщины обращались к побитухам, когда действительно увечили себя, принимали непонятно что для того, чтобы вызвать кровотечение и спровоцировать выкидыш. И тогда смертей было гораздо больше, и последствий для женщины было гораздо больше. Спасибо за ваше мнение. Елена Васильевна, пожалуйста. Знаете, я когда на ваших курсах училась, у меня была однокурсница, бабушка которой, находясь в Сибири, она была выслана, в Сибири сделала себе вязальной спицей 27 абортов. Вот мы можем к этому прийти, если мы аборт официально запретим, у нас будет криминал. Подпольные аборты прекрасным образом в кавычках совершаются в странах с либеральным абортивным законодательством. Криминальные аборты происходят и будут происходить независимо от того, запрещен аборт или нет. Во-вторых, сегодня криминальный аборт в 99% случаев это не аборт ржавой спицей, это аборт врачами, теми же, которые делают легальный аборт. Тут смешалось в доме Облонских. Вообще-то есть аборт по медицинским показаниям. Покажите мне того человека, который скажет, что его нельзя делать, и поставит смертный приговор матери этого ребенка. Покажите мне. Ну, смотрите, если, например, вот Галина рассказывала свою историю, и вот по сути это, ну, ей рекомендовали... Мне два раза рекомендовали это сделать. И мне сказали такими грубыми словами... Да, то есть я к тому, что, ну, вот, пожалуйста, у нас криминального, который уговаривали сделать аборт несколько раз по медицинскому, у нее не было почки. И она родила ребенка четвертого, и сейчас, сейчас. Понимаете, можно, как бы, заклинать здесь ситуацию, а есть наука, да? Вот сидят уважаемые мои, в том числе, коллеги, я думаю, что и отец тоже поймет нас. Есть медицинские показания. Уже доказано, мы не живем в средние века, да? На дворе 21 век. Вот медицинские показания, это есть та основа, от которой надо идти. Есть социальные показания. Вот мы можем здесь дискутировать социальные показания. Понравился, не понравился, может... Можно вопрос тоже. Да. Медицинские показания. Я согласен, что у женщин есть право защищаться, да? Не только у врача есть право объяснить женщине, что ей угрожает. Вопрос спорный в каком смысле? Что считать медицинским показанием? А для этого есть ученые, вот сидит один уважаемый доктор. Нет, погодите, здесь есть речь определения. Среди медицинских показаний там гипертензия у беременной, понимаете? Это медицинское показание. Слушайте, я вас очень уважаю. Я хочу сказать, что сегодня у нас рожают женщины не только с единственной почкой, и с пересаженной почкой. Да со спидом рожают, уже есть система, которая... Мы это понимаем. Вы говорите, артериальная гипертензия для нас это не противопоказание для беременности. Мы часто говорим, осуждаем за женщин. Действительно, давайте послушаем женщину. Она узнала, что мы будем делать такую программу. Узнав о том, мы ее анонсировали, она со своей историей, в общем-то, обратилась. И она прошла однажды через то, что называется аборт. И сегодня вспоминает это такими словами. Давайте послушаем. Сейчас то, что в моей жизни происходит, многие вещи, огромные проблемы со здоровьем, я в какой-то степени связываю с этим поступком. Знаю, что это отражается даже на тех детях, которым я дала жизнь. В общем, это грех, грех убийства останется со мной до конца моей жизни. Ну, на тот момент я почувствовала огромное облегчение. Но потом, конечно же, не сразу, со временем пришло понимание того, что я сделала. Сейчас я категорически против абортов. На мой взгляд, нет ни одной причины, чтобы его можно было сделать. Даже вот, когда есть угроза жизни для матери, нужно очень подумать. У меня есть вопрос. Тем, кто советует другим сделать аборт, а вы себе готовы его сделать? А вы готовы своей дочери его сделать? Вы так красиво говорите. Вы готовы его сделать? Вы заслушались. Маленький вопрос, да, Альберт, просто уже не специалист, а журналистский. Вы очень лично как-то пропускаете через вся эту тему. Почему? У вас в жизни что-то было, что заставило вас именно такую позицию занять? Да, лично меня касается. Сегодня я живу, можно так сказать, что за счет моих тех братьев и сестры, которые не родились. Почему-то я родился вместо них. И вы знаете, я ничего не могу сказать хорошего тем людям, которые помогли моей матери сделать такой выбор. Неправильно. И я хочу сказать, что вот вы знаете, да, Рейгана, президента Америки, он сказал, что я заметил, что все сторонники абортов когда-то были рождены. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, позиция спорная, и в каком смысле вы, получается, объявляете врагами всех тех, кто не согласен с вашей позицией. А почему не может быть альтернативного мнения? То есть запрет абсолютный, он всегда плох. Должна быть альтернатива. Никто не говорит, что аборты – это прекрасно, это замечательно. Знаете, сколько водителей скажет вам запрет на езду в алкогольном опьянении, это так? Альберт, 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 мы говорим о плохой альтернативе, мы говорим о выборе из нескольких слов. Мы сейчас уйдем на короткую рекламу, Альберт, но вы любите хорошие образы, вот только представьте, для маленькой страны, населения чуть больше 9 миллионов, выгодно пропагандировать аборты? Вы просто подумайте, пока будет реклама, мы продолжим, очень скоро оставайтесь с нами. В понедельник вечер это форум «Материнский инстинкт», как быть, если его нет? Нет, жуткая история из Мачулич потрясла общество в мусорном баке, нашли новорожденную девочку. Родная мать дала ей жизнь, едва не забрала, когда бросила ребенка в мусоропровод. Что заставляет женщин вот так обрывать жизнь те, кого носили под сердцем 9 месяцев? Что может общество, чтобы такого не происходило? Нужны ли в Беларуси бэби-боксы? Смогут ли они спасти жизнь детей, которые не нужны родным матерям? А также снова силой звучит тема абортов. За, против, об этом мы говорим сегодня. Спорили, уходя на рекламу, спорили во время рекламной паузы. Делаем небольшой перерыв. И давайте послушаем наш традиционный опрос. Менчанам на улицах мы, в общем-то, задавали один вопрос. Их отношение к абортам. Все-таки я, конечно, против, но действительно бывают разные жизненные ситуации, поэтому, наверное, все-таки в качестве медицинских показателей, из-за медицинских соображений полностью отменять не стоит. Может быть, ограничить каким-то образом. Молодым, здоровым, может быть, не разрешать. А людям, которые со слабым здоровьем, возможно, и нужна эта ситуация. Всем запретить, наверное, нельзя. Скорее, запретить, наверное. Нужно продолжать, наверное, наш род, чтобы больше было людей. Если по показаниям нужно, то пусть делают аборты. Я думаю, что нужно оставить, потому что разные ситуации бывают. И по здоровью. Поэтому я считаю, что надо оставить. Я считаю, что нужно оставить, но это для каждого свое решение. Если Польша, то можно, потому что поляки глубоко религиозны. Но белорусы не религиозная нация. К счастью, к сожалению, не знаю, но так, как есть. Я считаю, что я согласна с ними. Надо где-то окружать. Александр Сергеевич, я хочу вернуть на землю участников. В мире совершается в год 50 миллионов абортов. Половина из них в нелечебных учреждениях. 70 тысяч, по предварительной оценке Всемирной Организации Здравоохранения, погибает людей вот в этих самых запрещенных абортариях. А кто их делает? Подпольный. Ваши коллеги. Вы знаете, что... Я не расцениваю это даже как провокацию, потому что мои коллеги, которые здесь сидят, я просто горжусь теми коллегами, которые говорят о том, что каждый человек в нашей стране, в европейской стране, имеет право выбора и ответственности за свой выбор. А мы пытаемся каждый раз спихнуть, а почему ты не сказал? Они уговорят ее оставить ребенка, а потом этот ребенок будет мучиться. А чего он будет мучиться? Я предупреждаю одну из звезд, что у тебя родится больной ребенок. Вы фантазируете, он будет мучиться, он будет радоваться, он будет миллионером, он будет генералом, он будет счастлив. Я предлагаю вам заработать деньги и создать фонд, который будет вот эту радость провоцировать. У нас есть фонд, который будет этим и заниматься. Вот сейчас мы видели, что один из участников на улице, он вспомнил польский опыт, и мы все вместе наблюдали, как проводили через парламент закон о полном запрете. Для тех, кто не следил, я напомню, что на сегодняшний момент можно делать в Польше аборты, но только в трех случаях. Значит, это изнасилование, это инцест и по медицинским показаниям. Так вот, правильно сказали, католическая Польша, где действительно влияние церкви, как мне кажется, не меньше, чем у нас, как минимум, не пошло на то, чтобы полностью аборты запретить. Вот в этом смысле, значит, они тоже прошли через этот путь, тоже посмотрели на набор аргументов, которые мы с вами сейчас обсуждаем. 100 тысяч вышло на улицы в католической Польше? 100 тысяч. Один из главных аргументов, который приводится, то, что действительно подпольные, значит, операционные, когда официально вот по тем нормам делают тысяча две женщин, а неофициально там, уезжая за границу, за пределы Польши, там десятки тысяч. И плюс мы знаем, что бороздят суда специальные, где работают бригады, и которые занимаются абортами. Для вас это не аргумент. Во-первых, мы чего добиваемся? Чтобы аборты делали именно у нас, не дай бог, их сделать где-то в другом месте? Нет, ни в коем случае. Значит, это не вопрос. Я приеду в милицию, и показания. Благодаря выстроенной системе у нас нет криминальных абортов. Ни один криминальный аборт. У нас не погибло ни одна женщина. Сегодня наша страна входит в рейтинг самых ведущих стран по низкой смертности, материнской, младенческой, ни одна женская консультация, ни одна детская поликлиника не вывесила. Или вы мне покажите, где вывесила рекламу, приходите к нам на аборт. Я вам покажу. А в рейте аборта, да, приведите меня, мы проводим мониторинг всех родоспомогательных учреждений. Сколько сегодня женщин погибает во время аборта легального? Ни одна. Ни одна? А в 35-м году, когда тоже было все легально, 411 женщин. У нас уже в течение ряда лет нет материнской... Константин Васильевич, вот смотрите, действительно, вот какой-то перекос получается. Я действительно пытаюсь сегодня понять. И одних, и вторых. Вот мы услышали аргументы, для чего аборты нужно, почему нужно оставить. С другой стороны, как много историй могли бы не услышать. Да, мы говорим о случае в мочулищах, в выборсе, но ребенок выжил. Мы не знаем, что будет потом. Второй момент. Сколько историй могло так и не образоваться? Вот даже Галина рассказала, то есть теоретически могло и не быть счастливой истории. Я к чему веду? Ну, если не запрет абортов. Может быть, сузить круг для начала тех случаев, когда аборты мы делаем, а не просто по желанию, вот хочу? Нет, ну я только за. Да, если речь идет о каких-то тактических мероприятиях, а не стратегический аборт, есть убийство, и тактические запреты можно добиваться разным образом. Я еще раз говорю, что речь не идет о медицинских показаниях, когда речь идет о спасении женщины, не о гипотетических рисках, потому что любая беременность – это риск для жизни. Тогда мы должны разделить эти два направления. Но тогда, когда речь идет действительно о том, что риск уже не просто гипотетически, а уже актуализировался. Женщина умирает. Вспомните Советский Союз. У нас аборт был единственным средством контрацепции и регулирования рождаемых. И как вы думаете, какое поколение надо воспитать? Воспитать всем, включая тех людей, у которых в головах отложилось, что аборт – это средство контрацепции. Поколение надо воспитать, что аборт – это не средство контрацепции. Аборт – это действительно ужас. И действительно, это своя мера. Но, уважаемые коллеги, я хочу сказать еще одно, что мы должны говорить и о грамотной контрацепции, о грамотности наших девочек и женщин. Что это такое? Расскажите нам сейчас. А я вот вам подождите. А вот расскажите. Как вы думаете, какой возрастной промежуток женщин, возраст женщин сегодня чаще всего делает аборт? Вы думаете, это молоденькие девочки? Что такое грамотная контрацепция? Расскажите людям. Девочки до 25 лет, как правило, это женщины в возрасте от 27 до 45 лет. Это женщины, которые имеют детей, которые знают, откуда берутся дети, знают первые признаки беременности. И которые должны как минимум раз в два года посещать врача-акушера-гинеколога и не стесняться задавать врачу-акушеру-гинекологу вопросы о том, какая контрацепция ей подойдет. Мы выходим в школы, мы выходим в летние оздоровительные лагеря. Мы обо всем этом говорим. Мы выходим в вузы. Вы говорите правду, что контрацепция не дает возможности в будущем женщине зачать ребенка? Почему? Вы говорите об этом? Конечно. А мне кажется, вот это вот консервирование, и да, для девочек и все это свидетельствует только об одном. Мужчины не любят свою женщину. Не любит он ее. Она ложный любить. Он ею пользуется чуть что в кусты, и она потом одна должна думать. И самые простые средства контрацепции для мужчин. Чего уже проще? К сожалению, очень мало времени программы остается. Мы начали со случая в мочулищах, потом перешли к разговору про аборты. Я понял, что нужно не одну еще программу сделать для того, чтобы мы поняли для себя. Но если люди, вот мы говорим, выбросили, сделали аборт, а когда время делать аборты прошло? И вот эта горе-мать, она думает, а что мне дальше с этим ребенком делать? В России сейчас думают, что делать с бэби-боксами. У нас заговорили, нам бэби-боксы нужны. На сегодняшний день женщина может принести ребенка в любое медицинское учреждение, положить его в приемном отделении, отдать его в руки медицинскому персоналу, повернуться и уйти. Акт о брошенном ребенке тоже является основанием для того, чтобы придать статус ребенку, оставшегося без попечения родителей. То есть, по-вашему, бэби-боксы не нужны, потому что уже и существует система, которая... Это не только место, куда положить ребенка. Бэби-бокс сохранит анонимность. И так анонимна женщина. А что, алименты разве женщина не платит до 18 лет ребенку? Ребенку предостается... Я прошу прощения, мама, платье? Она оплачивает. Платье, платье. К неймера приедет. Так какая анонимность? Если женщина платит. А за бэби-бокс не платит. Если она пишет отказ от ребенка, и дальше, да, удочеряют или усыновляют, платить никому ничего не надо. А если нет, то платишь. Если нет, понятно, что... Какая-то анонимность. Определяется, да, определяется. Но я считаю, что эти бэби-боксы, они не нужны в нашей стране. Мы должны допустить анонимность. Это ложный гуманизм. Россия уже закрыла эти бэби-боксы. Неправда. Правда, подождите, она их не закрыла. Она рассматривала. Но посмотрите, с 2011 года было открыто около 22 бэби-боксов. 22 было. 22 бэби-боксов. 35 детей за 5 лет было положено в бэби-боксы. В то же время, такой случай, который мы сегодня обсуждаем, состоялся почти в 350 случаях. Бэби-боксы, к сожалению, не решают этой проблемой. Можно высказаться? Мы сейчас говорим... Одно замечание по поводу бэби-боксов. Я считаю, что если они смогут спасти жизнь хоть одному ребенку... Абсолютно верно. ...той женщине, которая анонимно хочет остаться анонимной, не обращаясь ни в какое медицинское учреждение, то я за бэби-боксы. Абсолютно верно. А не 100%. Беззаказанность, беззаказанность того, что совершал и будет совершать, это дальше. Конечно, это безответственность. А вы знаете историю появления бэби-бокса? Бэби-боксы, они называются еще окна жизни. Окно жизни. То есть 99%, то есть 34 ребенка, были возвращены либо в семьи приемные, и 5 детей забрали маме, которые их родили. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ваши правильные мнения, что Министерство здравоохранения и врачи против бэби-боксов. Вопрос в другом. Однозначно за каждую сохраненную жизнь. Но я хочу, чтобы мы понимали. Во-первых, в стране есть действительно цивилизованные способы оставления детей. И говорить надо не о том, что не будет бэби-боксов, будут вот такие ситуации. Вообще он на самом деле против бэби-боксов, потому что он считает, что в данном случае нарушается право ребенка. А мы думаем о том, что думает он, и о том, что выгодно нашей стране, и нашим людям. Дорогие друзья, вот можно вопрос вообще не специалистов далекого вот этой сферы. А мы не покажем вот всему обществу, из поколения в поколение, что, ребят, оставлять это нормально. Вот есть американские, это действительно бэби-боксы. Да, ну я сейчас что-то скажу. А вот видишь, выбросила в мусорку. Одна, две, три, десять, пятнадцать. Она сядет и будет сидеть как преступник. Вот в Америке. А когда она из поколения вырастет девочка, которая будет знать, что через 15 лет я могу отнести ребенка, бэби-бокс, поликлиника, больница, мы научим им, что это нормально, это возможно, и общество это принимает. Вот как раз таки в Америке, как раз таки в Америке есть статистика. В любой ситуации женщина должна знать, что ребенка убивать нельзя, в том числе и потому, что это не имеет смысла. Если хоть один бэби-бокс спасет хоть одного ребенка, я думаю, что это уже, значит, действительно... Спасибо большое, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Очень жаль, что наверняка какие-то мысли еще могли бы здесь прозвучать. Но, безусловно, сегодня не главная цель программы показать боль, с которой столкнулись родственники общества, когда видят, да, когда ребенок оказывается в мусорке. И наверняка, я думаю, что Владимир Николаевич не даст соврать, и этим женщинам не так-то просто потом вспоминать, возвращаться к этому эпизоду. Я очень надеюсь, что вот сверхзадача, честно, для меня этой программы, что вполне возможно, среди зрительниц окажется женщина, может быть, их будет не одна, их больше будет, которая сейчас в одиночестве один на один до себя решает этот вопрос, оставить, не оставить, делать аборт, не делать аборт. Я очень надеюсь, что сегодня на этой программе прозвучало мнение, которое поможет вам сделать правильный выбор, о котором через несколько лет вы не будете зарядиться. Вы будете вспоминать это как самый счастливый момент в вашей жизни. На сегодня все. Будьте счастливы, удачи!